А теперь вот такой интересный вопрос. А нужно ли обновлять программу? Ну, нужно. Революционную систему, преподолжение программное обеспечение. Ну, дырка безопасности, чтобы обеспечить. Хорошо. С какой-то точки зрения нужно? Всякие новые возможности получаются. Новые возможности. Как бы минусов вроде бы не наблюдается при обновлении. Наблюдается. Цена. Ну, да. Нужно подождать, пока оно встречается и становится. Да. Хорошо. Годов так, в 96-м или 7-м, был такой пакет Windows, Windows, 3.51 сервер, который использовался во всяком парке. Хорошо использовался. Вот вышел, ну, как-то обновление, большой сервис парк. В котором была дырка? Которая обрушила всю систему удаленного доступа. Откатить обратно нельзя? Ну, программист Майклософт, в том момент, этого не предусмотрел. А, то есть, в предыдущей версии просто не было. Ну, люди скачивают очередное обновление, устанавливают, и удаленный доступ через модерна всех клиентов на банки, которые делали, в пути же таким образом, независимо прекращается. Дружно и навсегда. Войс ставил просто дикий. У нас в городе улочка была, где было несколько банков. Там идешь, открытые окна в учебных центрах, и программисты ругаются. В общем, было очень весело. На самом деле, обновление пал по двух концерн. Сложность современных систем такова, что гарантировать невнесение новых ошибок практически невозможно. Любое изменение что-то лечит, что-то оно может покалить. Сказать точно и заранее не может никто. Хуже того, не существует двух одинаковых систем Windows, да не только Windows, Windows 40, которые одинаковым образом отреагируют на любое программное изменение. Почему? Кто-то не обновил. Хорошо, у нас немножко разные исходные состояния. Почему они могут быть разные? Вот у нас есть два компьютера. Предположим, аппаратные одинаковые. Вы и вы купили два одинаковых компьютера, принесли домой, пустые. У вас одинаковые наборы дозавров, одинаковые версии Windows в коробочке. Компьютеры абсолютно эстетичные. На выходе, после того, как мы с ними долго-долго работали, они уже не были. Ну, не долго-долго, но на самом деле просто установили все, что положено установить. Уже не эти и не тысячи. Почему? Ну, если мы одинаковые вещи оставили, и вы никакого порядка по идее... Отчасти вы уже ответили. Ну, если мы будем сидеть... Ответ у вас есть. Ладно. Думайте. Вы его произнесли. В смысле, от порядка зависит. Разумеется. В дальнейшем мы ставим один и тот же набор программного обеспечения в образном порядке. У нас могут оказаться разные версии библиотек в одном и том же месте использования. Это уже приводит к различным программам обновления. И дальше, когда мы начинаем накатывать обновления, это внезапно может сыграть. Предсказать обновление заранее невозможно. От порядка установки даже одинакового пакета уже зависит состояние системы в итоге. А вот что начинается дальше? Кто-то установил обновление, кто-то пропустил. Ну, в общем, где-то через полгода предсказывать реакцию компьютера на основании того, как отреагируем у другой, уже невозможно. Вообще. В принципе. Они настолько разные, что... То есть, двух отзак компьютеров просто не может существовать? А почему можно? Ну, если отслеживать все вот это вот, в каком порядке мы устанавливаем, что мы вставим, что мы пропускаем, аккуратно вести протокол, можно надеяться, что... Ну, на практике имею ввиду. Практически нет. Нам только если брать и жестко копировать абсолютно все. Ну, в больших корпорациях, где политика по обновлению программного обеспечения единая и контролируемая, там можно на это рассчитывать. Там на всех одних компьютерах стоит одна и та же версия драйверов, установленная в один и тот же день. Обновление устанавливается всем в принудительном порядке, в одном и том же порядке. Там что-то можно делать. А, то есть, если его откажут, то сразу все? На всех один тип компьютеров возникнет проблем. есть такой. То есть, как бы, это плюс-минус. То есть, с этой стороны вся эта мертва. Ну, это на самом деле лечится очень просто. Еще один такой же компьютер, но из каждой серии. Находится у специалистов, переделем как распространять всем, а на нем проверяют. Ну, пробуют на кошку. После насилия. Если это получилось на лабораторной машине, значит, это можно раздавать. Если не получилось, То есть, лабораторная на часики опережает все остальные? Ну, иногда на сутки минут-двое. А вот тогда, если вот на лабораторной машине там накатили, ну, какую-то версию обновили, да, чего-то там, и все сломалось? Ну, здесь все там что-то сломалось. Что скидило? А правда откатывает? Ну, как правило, держат готовые образы системы, приводится с откатами. Просто на плице заливают следующее состояние целиком. Пробуют дальше. Потому что, во-первых, вы знаете, что откат не всегда площадь. Во-первых. Во-вторых, можно, конечно, откатывать систему, но там придется снова контролировать состояние, потому что что она восстановит, что нет. Можно быть ручкой приводить. Но она будет отличаться уже от тех компьютеров. Да. Поэтому проще накатить готовую систему с ним жить. Именно поэтому такие большие компании не любят покупать чуть-чуть компьютер, эксплуатируют огромные партии на протяжении 5-7-10 лет иногда. Пока они в конце концов все не ломаются. Потому что нет ничего страшнее, чем зоопарк в технике. Я могу сказать совершенно точно. Если у вас 5-6 видов компьютеров, то это еще можно что-то сделать. Если у вас большая пропорация в 56, то это статастроф. держать 56 лабораторных машин нереально, так получается еще чудовищная ненюклатура запчастей вешалка называется. Полный караос. Это уже не имеет значения. У нас есть фиксированное количество рабочих мест. Там может быть несколько типов машин, а может быть очень много. может быть для них попочтей, для них полегче. Ну это уже внутри корпорации производится движение. Самое видно, что чаще всего новый мощный компьютер получают те, кому не нужны меньше силы. Руководство. Время, кто реально работает. Ну это уже человеческий фактор. Это уже человеческий фактор или у него лечится. Замениться на стол. Кто же ее посадит, он же паник. Он же сами себя будут менять. Это поднять с моего себя за волосом.